всем привет дорогие друзья всем хорошего дня сегодня у нас вторник миннесоте утро я вас всех приветствую и мы сегодня будем говорить на еще одну очень важную тему вопросы которые я получаю в личку но опять же не все можно осветить вернее лично ответить каждому это физически невозможно и суммируя я пытаюсь ответить на ряд вопросов как поступать в той или иной ситуации как с которыми мы встречаемся в нашей жизни к сожалению даже и среди христиан тоже привет ксюша пожалуйста напиши если там звук нормальный отключайтесь друзья немножко подождем если у вас есть вопросы то вы пожалуйста пишите в личку я буду стараться ответить на вопросы читать их и по мере возможности отвечу либо я потом в комментариях отвечу также я еще оставлю несколько видео которые вы можете прослушать по этой теме но скажите что актуальна эта тема да вот что как быть как поступать если если есть проблемы в семье и не всегда люди знают кому обратиться по ряду причин целый ряд причин но чаще всего это страх что а что если а что если я вот пойду поделюсь и меня не так поймут осудят страх перед неизвестностью как отреагируют люди поэтому многие скрывают но вы поймите что если есть трудности в семье да даже в здоровой семье всегда нужен кто-то более зрелый кто будет наставлять кто будет поддерживать либо нужно либо нужно читать хорошие книги по этой теме а вот лично мне в моем браке очень сильно помогло помогло чтение книг я читала очень много книг хороших авторов таких здоровых это помогало и вы знаете есть книги настольные которые время от времени нужно периодически читать поэтому пусть бог благословит некоторые книги я назову но что делать если муж обижает жену что делать первый шаг первый шаг мы к нему придем но нужно осознание что само собой не решится вот этот вопрос нужно понять что ситуация сама по себе не разрешится есть хорошая книга автора джеймса добсона называется любовь должна быть твердой я советую если у вас есть трудности в браке во взаимоотношениях если вы видите что муж ведет себя как-то не так не по-библейски если у него есть гнев раздражение вот это вот то вам нужно прочитать эту книгу любовь должна быть твердой ее можно найти онлайн но я думаю что ее можно также заказать она есть естественно в английском варианте есть в русском варианте дело в том что что происходит когда человек когда у человека у мужчины есть гнев он разрушает эмоционально всех вокруг это эмоциональное насилие и гнев это вторичные эмоции то есть это что это последствия чего-то и это просто так не уйдет некоторые жены думают я буду молиться тихонечко плакать говорить господу и ситуация разрешится но это не так знаете конечно господь силен ответить и по одной молитве но не так работает в теле христовом все понимаете вам нужна помощь извне если вы сами не справляетесь и здесь место писания это матвея 18 глава с 15 стиха да он твой муж этот твой глава но в то же время он твой брат во христе и и вы можете с ним поговорить на основании матвея 18 главы с 15 стиха там написано что если твой брат согрешил против тебя то ты поговори с ним один на один если послушал тебя если он покаялся тут его приобрела и все на этом вопрос должен быть закрыт если он не признает если он продолжает упорствовать в своем грехе если он продолжает обижаться или обижать вас то там есть второй шаг вам нужно обязательно взять кого-то ну желательно конечно пастыря но не обязательно потому что к сожалению к сожалению не все пастыря в славянских церквах могут вот прямо так помочь но молитесь во первых во вторых еще не все сохраняют конфиденциальность но к сожалению это надо признать есть это место но молитесь сейчас господь может указать вам кому вы можете довериться с кем вы можете посоветоваться есть второй шаг то есть взять кого-то и поговорить не бойтесь это делать знаете часто люди обманываются и думают что я буду скрывать и проблема как-то само собой решится во первых проблема не решится во первых а во вторых проблема будет расти когда человек гневается например муж гневается у него срабатывает этот гормон тестостерон что он с полоборота заводится я как сказала это уже вторичные эмоции там есть первая причина там есть какая-то проблема но может быть это не прощение может быть он много лет назад не простил там отца учителя кого угодно или еще как девушку уж но я не знаю не буду фантазировать либо пастыря какого-то и вы понимаете либо другая причина и как последствия выливается вот этот гнев и если долго затягивать с этим с этими вещами если долго затягивать не не помогать человеку то грех все больше и больше обладает начинает обладать его сердцем и потом он ожесточается понимаете грех становится более властным над ним и потом человека ожесточается потом приходит такой момент когда он говорит да мне все равно идти куда хочешь говорит кому хочешь и он ожесточать поэтому не нужно скрывать и прятаться вот во вторых когда грех растет и человека ожесточается все равно все узнают но вреда будет уже намного больше чем если бы это было в самом начале конечно причина гнева это не всегда ну как сказать не всегда ну грех какой-то бывает это просто человек перенял вот эта форму поведения в своей семье что дома было принято так кричать и он тут также себя ведет это приобретенная форма поведения но все равно это не оправдание с этим надо работать на это нужно кому-то указать но и здесь конечно я не могу в этой короткой теме всесторонние сказать бывает часто комментарии оставляют кто-то чем-то недоволен но вы поймете что определенная тема говорится для определенной группы людей и это не подходит и она не работает на все случаи а люди с других случаев впрыгивают она как бы включается в тему и начинают говорить о это не так это вот так мы не можем охватить все грани мы говорим в общем и говорим для определенной категории людей не для всех то есть вопрос номер один я хочу чтобы вы поняли если молитесь и думаете что вот эта проблема как-то разрешится я обойдусь не буду никому говорить это не сработает вам нужно один на один решать вопрос этот и вам нужна помощь извне чтобы либо пастырь либо кто-то помолился бывают такие случаи что вот ну тоже опять через души попечения делятся и рассказывать что например в ходе прояснилось что муж например имеет какой-то грех какую-то проблему ну и он помолился женой там они попросили у бога прощения на этом все но практика показывает что это опять же не работает вам нужно идти к человеку исповедать чтобы кто-то со стороны помолился за вас и помог марго марго и тут кошка у меня немножко призначит и поэтому вам нужно все равно помощь извне потому что но это отдельная другая тема и поэтому гнев это вторичные эмоции всегда есть первая причина если ваш муж покаялся вы его приобрели да могут быть какие-то опять падения но это процесс все равно нужно молиться идти дальше если нет есть второй шаг если второй шаг не сработал есть третий шаг то скажи церкви но нельзя игнорировать писание если допустим вы пытаетесь скрыть ответьте себе честно на вопрос что мной движут что я скрываю или это гордыня что что вам не подумать что скажет или это страх необоснованный но в чем в чем причина но хотя неправильно перед богом в своей семье во первых страдают дети обязательно дети пострадают от этого и обязательно будут проблемы потом с детьми с их воспитанием и я все-таки советую разрешать эту проблему и не умалчивать и вот он там описывает в этой книге в книге добсон описывает в книге любовь должна быть твердой что нужно установить границы вы поймите что если человеку не сказать что для чего вообще вот эти берега существуют когда река льется чтобы она река не разливался вообще для нас для всех есть нормы поведения с которым мы должны считаться общепринятые и человеку нужно сказать что тем самым вот своим поведением ты разрушаешь наши отношения разрушаешь отношения с богом и страдая наши отношения у меня накапливается обида я теряю частоту сердца и в итоге мы не можем строить здоровые правильные отношения и ни в каких сферах не в эмоциональной сфере мы не можем быть друзьями если муж все время обижает жену не в какой-то естественно духовной сфере вместе уже молитва не будет идти если он все время обижает и в интимной сфере когда теряется чистота когда когда есть обида то там не будет глубины отношений никогда над этим нужно работать исправить только тогда могут быть нормальные здоровые отношения и мужьям нужно это понять и не проявлять эмоционального насилия к женщине тем более физического насилия и и сексуальное насилие не должно быть семье это против воли божией это против иисус против этого он не для этого приходил на землю но вы знаете что происходило когда женщины скрывают когда они терпят и даже слушая некоторые мои темы сестры думают что я должна просто молиться любить его и все подряд терпеть нет 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 сестры я никогда не за зло никогда человек вообще не создан для зла понимаете зло вообще противоестественно для человека и если ваш муж ваш партнер проявляет агрессию проявляет зло никогда не миритесь с этим найдите того кто вам будет помогать во первых нужно найти женщину с кем вы можете вместе молиться об этом и просить мудрости у бога и шаг за шагом бог будет вас вести и шаг за шагом бог укажет кто вам может помочь кто может помочь вашему мужу и вот если прочитать эту книгу любовь должна быть твердой я давно лет двадцать назад читала и использовала ее частично когда писал дипломную работу там одно то там он описывает такие случаи когда жена вот буквально принимала понимала вот это повеление что уже жены повинуйтесь своим мужьям и ну и так далее то чтобы не делал муж она просто молча повиновалась считая что если я повинуюсь молча то бог будет на моей стороне и как-то проблема решится но поскольку не было поставлено границы для мужа он должен понять что вот ты сюда доходишь дальше ты не перейдешь если ты пойдешь дальше то будет вот это вот это вот это то есть чутко нужно обозначить границей сказать что ты должен ты должен дорогой я тебя люблю здесь конечно можно работать над своим сердцем чтобы не осуждать мужа а с любовью подойти сказать я тебя люблю но вот с этим тебе нужно работать тебе нужно решать ты не должен так вот гневаться и на всех свой гнев выливать, злость и так далее, и поставить какие-то границы и сказать, давай будем ходить вместе к душепопечителю, давай будем вместе слушать какой-то курс, как справляться с гневом, я могу посоветовать такие курсы, есть очень хороший материал, чтобы разобраться и понять причину гнева, и так дальше, то есть есть ресурсы, у Бога есть на всё ресурсы, но нельзя закрывать просто глаза на это, потому что, когда закрываю глаза на грех, то грех растёт, и потом уже доходило до того, что там, он пишет в этой книге, что жена просто повиновалась, молчала, муж жил, как он хочет, приходил, уходил, она просто молилась, в итоге он стал приводить ещё одну женщину прямо домой, понимаете, конкретный случай описывается, и много-много всего, когда жена не сказала, так, стоп, ты вот до этого дошёл, дальше ты не пойдёшь. Либо будет вот так, вот так, вот так. Когда даже вы говорите с ним один на один, если муж согрешил против тебя, брат твой во Христе согрешил, вы можете поговорить с ним, но не просто так, обязательно приведите местописание, что вот на основании Матвея 18 главы с 15 стиха я хочу с тобой поговорить, ты меня обижаешь. И он знает второй шаг, если он не исправится, он знает второй шаг, что вы берёте второго человека, это пастырь или кто-то, а потом есть третий шаг. Но если вы будете ценить в этом вопросе, то потом его и второй, и третий шаг уже не будет пугать, потому что сердце будет уже ожесточено, грех будет господствовать в его сердце. И через большие страдания, потери он может быть покаяться, а может быть нет. И поэтому мы как жёны ответственны за сердца наших мужей, которые вверены. Вчера одна из стран мне в личку написала, что моё сердце вверено в руки мужа. Да, Бог доверил наши сердца друг другу, потому что Бог создал институт семьи, и мы оба находимся очень близко и видим всё, и скрывать это не есть любовь. Например, если муж скажет, ну ты же меня любишь, не говори никому. И жена может чувствовать себя виноватой, что, ой, да, ну как-то это его репутация будет. Но вы поймите, что в Коринфянам 13 главе, где написано о любви, там написано, что любовь не сорадуется лжи, не радуется лжи, но сорадуется истине. То есть, если муж лицемерит, ведёт себя перед людьми одним образом, а дома другим образом, это ложь, это лицемерие, это не угодно Богу, это не славит Бога, это учит плохому детей, это разрушает детей как личности и разрушает самого мужа, разрушает его отношения с Богом и с ближними. То же самое можно сказать по отношению к жене. Нельзя сказать, вот только муж так поступает, потому что… ну, это процесс… сейчас я отвечу на этот вопрос, подождите. Бывает, что жены тоже насилуют мужей эмоционально, манипулируют, там, выставляют список, я с тобой буду спать, если вот такой вот список, да, вот тоже… такое тоже место имеет. И нельзя сказать, что только… потому что особенно вот люди, вышедшие из постсоветского… вот этот дух контроля, знаете, он у нас нездоровый. и надо это распознавать и, как бы, понимать, что мы в Школе Христа и мы не должны контролировать друг друга. И это один момент. И вам нужна помощь извне, понимаете, вам нужна помощь извне. мне нужна… нужна помощь людей, кто обучался. Ну, например, если у тебя глаз болит, ты же не идешь к стоматологу, ты идешь к окулисту. И то же самое здесь. Если происходит насилие… вот сейчас мы переводим литературу с английского на русский по теме насилия. И, может быть, я приглашу переводчикам и один день поговорим на эту тему, да. Это… это очень… есть… у меня на YouTube-канале есть тема, если вы помните, когда здесь с Любой Савинок, когда ее муж убил, дошло до этого, то это была трагедия огромная и это и есть трагедия, что мы, когда коснулись этой темы, оказалось, что мало кто готов на эту тему говорить и мало специалистов. Но на самом деле есть причина, почему человек себя так ведет и ему надо помочь. это нельзя вот так вот относиться, что вот муж – это такой вот изверг, враг его надо… надо понять, что он тоже жертва. Надо понять, что то, что он стал такой, тоже есть причина. Либо он в своей семье приобрел это неправильное поведение, либо кто-то где-то его эмоционально насиловал и он ожесточился и перенял вот это… ну, где-то у него горечь внутри осталось, понимаете. Это целая большая тема причины, но суть, мы не будем об этом говорить, а мы будем говорить, как помочь. Вот здесь вот один вопрос прозвучал, одна страга, спрашивает, что как быть, если женщина боится вообще заговорить об этом, боится поставить границы, заговорить. Когда женщина может быть эмоционально настолько надломлена, настолько бояться, вот этот страх – это не от Бога. Вы поймите, и это однозначно нужна помощь такой женщине извне. Я предлагаю вам, сестры, чтобы в церквах вы начали молиться и создавать группу поддержки жертвам, перенесшим насилие. И вы можете приобрести пособия, вы можете обучиться и помогать степ-бай-степ, шаг за шагом, но у нас должны быть открытые двери для таких людей, куда они могут войти и получить помощь. Чаще всего не идут из-за бояться конфиденциальности. Опять же, над этим вопросом я тоже размышляла, и я придумала, как бы Бог дал мудрости, подписать такой двухсторонний документ, где подопеченный обещает исполнять задание, то, что ей говорят, а тот, кто души попекает, подписывает бумагу, что не будет разглашать. Понимаете? Это нужно сделать. Потому что, если человек обещает, что он не будет разглашать, а потом разглашает, это законом наказывается, и мы должны это понимать. И знаете, поэтому, если есть страх, естественно, человек, который переживает насилие любое, физическое, эмоциональное, духовное насилие бывает, сексуальное. Первый шаг к исцелению – это безопасность. Человек должен почувствовать, что он безопасен. Если человек боится и продолжает жить с мужем, то это уже нездоровая вещь. Это нездоровая вещь. Это однозначно. Женщина. То такой женщине нужна другая женщина, более зрелая, не мужчина. Женщина. Потому что мужчин очень мало обученных, особенно среди русскоговорящих. Другая женщина, с которой она может поговорить, сказать, что мне делать. И другая женщина, шаг за шагом, может ей помочь выйти из этой ситуации. Вообще, если это физическое насилие, прямо вот где рукоприкладство, присутствует и агрессия, я вообще абсолютно уверена, что такой семье нужно разъехаться, абсолютно. Не нужно искушать Бога, как говорится, если есть опасность. Во-первых, в такой семье, если дети растут, то, во-первых, они эмоционально очень травмируются. Это не будут здоровой личности во всех отношениях. Это не нужен такой вот, ой, лишь бы папу сохранить, папе нужна помощь. И детей нужно и жену самоизолировать. То есть им нужно на время разъехаться. И нужно, чтобы муж начал, если он хочет, делать шаги. Недавно мы молились в нашей одной из молитвенных групп о такой семье, где жена, где муж пил, проявлял вот такую агрессию. Часто даже в этой группе говорили, что давайте молиться, чтобы она его простила. И вроде как она его простила, и он вернулся, но у нее паника, страх. А так оно и будет. Нет. Она не исцелится, когда он рядом. Она не исцелится. Первый шаг к исцелению – чувство безопасности. Она должна быть уверена, что она в безопасности и что ничто ей не угрожает. Пока человек с агрессией рядом, она не исцелится. Они не смогут идти вместе. Им нужно на время разъехаться, separate, на время. И чтобы, если он хочет жить, он должен начать идти и брать какие-то уроки душепопечения либо с пастырем, либо с канцлором, либо с кем-то. Понимаете? Потом уже, когда тот канцлор или душепопечитель, когда скажет, что, например, какое-то время прошло там длительно, и скажет, да, твой муж изменился, вы можете сойтись и пробовать жить. И даже я бы не советовала сразу сходиться. Я даже знаю такие церкви, где они разъезжаются, и они в воскресенье видятся, вместе идут в церковь, по воскресеньям встречаются, ну, там как-то на нейтральной территории с детьми встречаются, но не встречаются вместе вот так вот дома, работают, и потом, когда им пастыри разрешают, только потом съезжаются. Потому что, вы знаете, вот так вот тупо думать, что лишь бы сохранить семью, лишь бы сохранить, лишь бы не было разводов. Но вы поймите, что в такой семье, где происходит насилие, уже брака нету, там нету этого брака. Осталась видимость, осталось… кого мы обманываем, когда вот так вот живём? Кого? Себя обманываем, детей, Бога, общества. Кого мы обманываем, что якобы у нас нет разводов, в таком браке уже нету брака, где есть насилие. И от того, что они вместе формально живут, от этого ничего не меняется. поэтому важно женщине… ну, ссор из избы не выносят, это вообще не библейское выражение. Понимаете? Ссоры из избы не выносят – это не библейское выражение. Библейское выражение и как бы истина в том, что, наоборот, открывайте, признавайтесь, выносите на свет. Вот уловились вот это высказывание «не выносить ссоры из избы» – это вообще не из Библии. Наоборот, признавайтесь, открывайте, не признаваясь, скрывая, делайте вред и своему партнёру, и себе, и своим детям, и церкви. Потому что, живя так, вы вносите инфекцию в организм тела Христова, а это нужно разрешать. И не нужно бояться, потому что никто из нас несовершен. И были много ошибок, мы делали с мужем свою жизнь, мы работали над этим, с многими вещами мы справились. Это не значит, что мы лучше, а другие хуже. Мы все одинаково грешны. Библия говорит, что все согрешили, все лишены славы Божьей. Человеческое сердце крайне испорчено, то есть наша плоть греховная, она очень испорчена, но когда мы в теле Христовом живём, когда мы с Господом, когда мы повинуемся и подчиняемся Его Слову, то мы преображаемся от славы в славу, то мы меняемся и становимся лучше и лучше, мы больше становимся похожи на Христа. Вот смотрите, в послании Петра, первое послание Петра, в первой главе там написано, что «Будьте святы во всех поступках, потому что я свят». Понимаете? Будьте святы во всех поступках. Если бы это было невозможно, Бог бы с нас это не требовал через Петра, но так написано. «Мы должны быть святы во всех поступках». И написано в Матвею, что «Будьте совершенны, как совершен ваш отец». То есть мы должны расти, мы должны меняться. И у нас должен быть рост, у нас должно быть изменение. Проблема в том, что мы не растём и не меняемся, проблема именно в том, что мы скрываем, мы не исполняем, не поступаем по слову. А в Слове Божьем есть ответы на все наши проблемы, на все, на любые ситуации. Абсолютно, когда читаешь Библию, там всё было, и мужеложство, и скотоложство, и всё, что угодно, и все вот эти грехи, они ещё в тех первых веках были. И чёткая инструкция есть насчёт всего. И прикрывая мужа или муж, прикрывая жену, например, жена, если страдает шапоголизмом, кто-то говорит, если жена шапоголик, то муж – голопузик. Но если жена что-то делает неправильно, муж тоже должен с ней поговорить, сказать, «Дорогая, это сказывается на нашем бюджете, я, конечно, тебя люблю, но поговорить с ней, если она не послушается, взять какую-то старицу с церкви и поговорить с ней, сказать, моя жена транжирит, и мы влазим в долги всё больше и больше». То есть не нужно скрывать, есть шаги, и у нас вот это Евангелие от Матвея, если 18 главу практиковали бы в церкви, многие проблемы бы сами собой разрешились и отпали бы. Но от того, что люди скрывают, я понимаю причину, почему скрывают, потому что нет вот этой конфиденциальности. Бывает, что с кафедрой говорят о том, что с кем-то поделился. Ну, послушайте, кто вас заставляет выбирать такую церковь? Найдите здоровую церковь, найдите сильную церковь, идите в американские церкви, не привязали же вас верёвкой, ну там, смотрите здоровую церковь, почитайте стейтмент, почитайте устав, во что они верят, и не бойтесь идти в другие, более здоровые церкви, потому что церковь это живой организм, он или здоровый, или больной. Поэтому это наша ответственность выбрать здоровую церковь, где вы будете жить, функционировать и получать помощь. И вот смотрите, Добсон говорит, что нужно поставить границы. Если у вас не хватает сил, если вы боитесь, то возьмите с собой старицу-сестру, которая поговорит. Если те, кто сейчас меня слушает, переживают какое-то насилие в семье физическое, напишите мне. Я вам посоветую, как поступить и где взять помощь, потому что мы ответственны друг перед другом. Если Бог дал мне какие-то знания, какие-то инструменты, опыт служения и партнёрства с сёстрами, которые работают в шелтерах, которые открывают шелтер и помогают, то я тоже имею определённую долю ответственности за сестёр, которые слушают. И когда я вела некоторые темы, что надо любить мужа, надо угождать ему, ублажать его, у некоторых сложилось впечатление, что что бы муж ни вытворял, жена должна только помалкивать и потакать его. Но это не библейский подход. Мы, как женщины, со своей стороны должны любить мужей, даже вот такого мужа-насильника или… Потому что… это человек, который болеет и ему нужна помощь. Мы всё равно должны любить всех. Но поступать… У нас есть Библия, и мы должны поступать по Библии. И скрывать дела такого мужа, который завтра будет ещё больше страдать и сам будет страдать и его окружение, и дети переймут этот опыт и перенесут в свои браки, то в этом ничего хорошего нет. И жёны вы несёте ответственность. Если в доме такое происходит, вы несёте ответственность. и вы должны понять, что я предстану пред Богом, я отвечу, когда Господь скажет, что «Дорогая, твой муж вот так вот так поступал. Почему ты закрывал на это глаза? Почему ты молчала об этом?» Чаще всего движет какая-то гордыня, что «что обо мне подумает, что обо мне скажут». И не нужно бояться найти… Нужно найти человека. Сейчас можно через интернет найти. Я вам могу вот, допустим, на северо-западной стороне Америки могу подсказать несколько… Не так много, но несколько душепопечителей, очень таких, скажем, богобоязненных сестёр, кто может помочь вам подсказать. Немножко в этой стороне могу подсказать сестёр. Но не закрывайтесь. Проблема сама собой не решится. Вам нужно с этим работать. Это трудно, это трудно. Кажется, что очень трудно открывается. Некоторые сёстры мне пишут, и пишут, знаете, ну не такие сильно страшные вещи, что-то такое. А потом пишут, ой, знаешь, как тяжело мне было это тебе написать. Я думаю, вау. Если такие вещи им трудно открыть, то более серьёзные, тем более они боятся открыть. Но не нужно бояться. Вам нужна помощь, понимаете? Вот почему мы справились со многими проблемами. У нас было их тоже очень немало разных. Потому что я не скрывала, я всегда стучала в двери, искала помощь. Это не значит, что во все двери. Потому что у нас есть водительство и Божье, и Духа Святого. Если вы возьмёте пост, и Бог вам укажет, кому вы можете обратиться, с кем вы можете поделиться. Но очень важно, чтобы кто-то за вас помолился. Потому что человек, когда оказывается в яме, очень важно, чтобы за него помолился кто-то другой, кто стоит, ну скажем, там на твёрдом основании. кто более, у кого вера, ну кого слышит. То есть вы же помните, когда в книге Иова Бог сказал, пусть Иов за вас помолится. То есть он не всегда слышит наши молитвы. Потому что чаще всего, когда такое в семье происходит, то уже сердце женщины, оно обижено, там есть обида, там есть горечь и многое другое. И в итоге это чаще всего молитва до потолка. И вам нужна молитвенная поддержка, чтобы кто-то за вас молился, кто-то о вас молился. И задача дьявола разрушить вашу веру. Понимаете, когда такое происходит в семьях, то женщина одна молится, 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 а сердце её в неправильном положении. Её молитва не доходит. И здесь к ней приходит мысль, а что толку молиться? Бог меня не слышит, никакой помощи нету и так далее. Но на самом деле это не так. Поэтому, сестры, ищите помощь, ищите душепопечителей. Здесь в Миннесоте у нас есть одна большая церковь. Мы сами проводим, во-первых, в нашей славянской небольшой церкви, проводим душепопечение. Вы можете приехать сюда с парой. Мы вам обеспечим, где вы можете жить. Вы можете приехать самостоятельно. Сюда даже прилегатались сестры из Калифорнии, где мы проведем в американской церкви служение. Кер Миннесоте называется Transforming Prayer. Например, когда мы молились, есть ложь, в которую верят женщины. И цель этой молитвы разрушить вот эту ложь и переместить что-ли, ну или как поместить в разум истину о самой женщине, о ситуации и так далее. Потому что вот эта ложь, в которую верит женщина, она не дает ей сдвинуться с места. И если вы думаете, что сатана не может вас обмануть, вспомните, что он обманул Адама и Еву. Адам и Ева, они вышли из-под перста Божьего. Это были самые лучшие люди на Земле. Они были эмоциональные, психически здоровые, нетравмированные, целостные люди. И вот таких людей сатана сумел обмануть. Таких людей он сумел внушить ложь таким людям. То тем более мы более уязвимы с нашим прошлым, с нашими травмами, с кучей наших проблем, которые у нас есть. Мы тем более более уязвимы. Поэтому, сестры, я вам гарантирую, что у каждой из вас, практически у каждой из нас есть ложь, в которую мы верим. И эта ложь уводит нас от истины, уводит нас от правильных действий. Поэтому вам нужен кто-то, кто всегда вас наставит, направит, поддержит и подскажет правильный путь. Не живите в насилии и не позволяйте вашим детям жить в насилии. Тем более здесь, в Америке, есть шаги, методы. Первое – это молитесь, чтобы Бог дал любви к мужу с кем-то. Найдите себе молитвенного партнера, найдите себе женщину более старшую, более зрелую, может быть даже моложе, но которая может вас поддерживать и которая будет сохранять конфиденциальность. И второе уже, там есть второй шаг, третий шаг и четвертый шаг. Поэтому, пожалуйста, не закрывайтесь. Здесь еще вопрос. Когда жена видит проблему, мы считаем, что все хорошо. Но, естественно, муж же находится во тьме. Муж находится во тьме. И вот ошибка женщин многих, когда муж грешит, когда муж не поступает по Библии, вы должны молиться, спрашивать Бога, в каких пределах вы должны слушать мужа. Потому что, когда муж грешит, он оказывается во тьме, то он, получается, не видит, где он находится. Я вот приведу вам пример. Мне звонит одна сестра и рассказывает, что застала мужа в том, что он порнозависим. И я говорю, и что теперь? Она говорит, ты знаешь, он не хочет никуда идти. Он говорит, он пытался ходить, это все не работает, как бы это все не помогает. Но в то же время он ведет не совсем христианский образ жизни. Ну, я имею в виду повседневно, я не могу говорить подробности, но я говорю, но он не выйдет отсюда самостоятельно. Он должен искать помощь, потому что страдает вся семья. Не только он сам страдает духовно. Страдаешь ты, страдает вся семья, там все время случается что-то. Ему нужна помощь. Если он не хочет выйти от этого, из этого, то ты будешь тоже страдать, как бы. А поскольку в голове сидит вот эта мысль, он мой муж, я ему должна повиноваться, то и она, как бы, блокируется ее способность идти что-то делать. Но ведь мы же помощники, муж попал в беду, мы помощницы, и нужно ему помочь выйти из этого. И для этого есть специальная литература. Кстати, если вы подозреваете, что у вас, вы можете заказать у меня материал хороший. Кстати, вот, любовь должна быть твердой, этой книги у меня нет, но у меня есть книга «Прекрасная жена». Подарите себе ее в подарок на Рождество, закажите у меня. Тем самым вы поддержите и наше служение, и в то же время приобретете себе хороший материал. Вот, или она будет у вас, чтобы помочь какой-то другой женщине, даже если она вам лично не нужна. Вот, и поэтому ему нужна помощь. И если человек не начнет, он должен, во-первых, признать грех. Если он не признает то, то, что я раньше сказала, первый шаг, второй шаг. Вот, потом он должен быть подотчетным. Вот это проблема современного христианства, что люди не хотят быть подотчетными. Они хотят быть независимыми. Но Бог сказал, что Он избрал особый народ, церковь, то есть люди, мы все подотчетные. В Новом Завете более 85 раз написано «друг другу», «друг за друга», «друг о друге». То есть мы все вот так переплетены, и мы не можем жить независимо. Мы должны быть подотчетными. Чтобы выйти из какого-то греха, пусть это гнев, раздражение или еще какой-то, человек должен быть подотчетен кому-то. И звонить и говорить, что «да, вот эту неделю у меня получилось. В эту неделю не получилось, я там где-то сорвался и сорвалась». Подотчетность помогает. Когда человек подотчетен, а если муж отвергает идти к пастырям, душкопечителям, он не хочет как поступать жене. Здесь вот такой вопрос. Если муж отвергает идти к пастырам, душкопечителям, в Евангелии от Матвея четко написано «вы придите к нему». То есть ты идешь, говоришь один на один, если он покаялся, ты его приобрела. Если нет, то вы берете…